Отделочные работы завершены, сейчас закупают оборудование и благоустраивают прилежащую территорию. Долгожданную школу в поселке Восход сдадут уже в этом году. Строительство на особом контроле у депутатов законодательного собрания. Все подробности далее в сюжете. Построить современную школу в поселке Восход жители просили неоднократно. Район растет, население увеличивается. В старом здании, рассчитанном на 300 детей, ютятся больше 800 учеников. Новое здание начали строить в 2020-м в рамках нацпроекта образования. За работой наблюдали с волнением все родители. Дочка Светланы пойдет в первый класс. Правда, в сентябре ребята за парты сядут еще в старом здании. В старую школу мы пойдем, к сожалению. Хоть уже блоки, в принципе, А и В уже готовы, но по отдельности школа не может запускаться. Ее даже не примут в таком формате. Поэтому пойдем мы в старую школу 44-ю. Но это родители не пугает. Пара месяцев и ребят ждут современные и комфортные условия. Новое здание рассчитано на 1100 учеников. Проект типовой, из трех блоков. Отдельно корпуса для малышей и старшеклассников. Три спортивных зала, огромный актовый зал и столовая. Кроме того, предусмотрены группы продленного дня со спальными помещениями. Это кабинет для младших школьников. Здесь отделочные работы уже завершены. Сейчас привозят оборудование. Парты и стулья уже на месте. Они специальные для малышей, современные. А на стене уже в ближайшее время будут монтировать интерактивную доску. Строительство выполнено на 95%. Завершили чистовую отделку. Сейчас завозят оборудование и мебель. А также благоустраивают прилегающую территорию. Сейчас подготавливаемся под покрытие дорог асфальтом. То есть двухслойное покрытие будет. Которое подходит для проезда пожарных машин, любой техники для завоза материалов, так скажем. То есть это будет сделано в ближайшие месяц-два, грубо говоря. Также уже подготовлены спортивные площадки практически в полном объеме. Которые с резиновым покрытием и с другими видами покрытия по проекту. В нашей области строительство и ремонт школ и детсадов на контроле партии «Единая Россия». За каждым объектом закреплены депутаты разных уровней. Отслеживают выполнение народной программы в регионе. Давно он нуждался в строительстве. И он переходящий, будем говорить так искренне и честно, исходя из наказов избирателей. Но нам, к нашему счастью, выпало такое время, когда этот объект будет завершен буквально в этом году. Мы находимся не первый раз на этой площадке. Были буквально в апреле, отслеживали ход строительства, общались с подрядчиком, со службой заказчика. Получили внятные ответы на вопросы. Были сформированы решения по завершению работы, шли по срокам. И на сегодняшний день можно констатировать, что объект ведется в соответствии с контрактными обязательствами. Как только дети перейдут в новое здание, будут думать, что делать со старой школой. Можно реконструировать ее под детский сад. В нем острая потребность. Мое личное предложение такое, если не подлежит реконструкции старая школа, то детский садик там держать и содержать до тех пор, пока не построится новый детский садик. А затем уже переезжать. Иначе у нас в очереди только 200 человек стоят. Это будет такое, скажем, социальное большое напряжение. И родители у меня просто негодуют от этого. Закончить все работы и принять здание смогут к концу года. Это значит, что к началу третьей четверти в новом здании начнутся занятия. Кстати, в этом году набрали 6 первых классов. На следующий год смогут разместить уже 8. Ксения Петренко, Константин Менин. Новости ОТС.